привет как обычно я вставлю когда включаю какой-нибудь либо скорая помощь дико либо какой-нибудь мотоцикл на вечной скорости проносятся и обязательно делает этот звук да в общем чем мы пойдем сейчас по я лимонца то есть тоже уже может быть раза два и снимала но все без таких моих и таких деталей да вот поэтому сейчас пройдемся еще раз просто я тут так как я хожу вот это не хрд и девица бонни виллу покой треву в трюх похож на хрд то есть меня начать эти теперь дорогие марки этих мотоциклов будет преследовать короче как бы здесь по идее нужно с двух сторон снимать улицы потому что так как я теперь естественно очень сильно обращаю внимание на трубы на дома на на крыше именно то вот вот так решит этого долл дома грубо говоря стены дома да там уже своя там уже архитектура труб так называемых да но данный момент их не видно в должен я стою на этой стороне а блин перебежать на другую сторону тревата сейчас может быть вот здесь я перебегу хочу вам показать просто сначала вот этот вот естественно естественно вот этот да вот этот красавчик опять же да грубо говоря такой дом вот видите там даже балкон и доведите присутствует белые но при этом вот здесь на этой стороне ни одного окна да то сделают 1000 окон одной из на одной там стене причем там может быть скажут что это там 1000 какой-нибудь там 700 ты год да то значит не могут сделать ни одного окна на целой огромной си и потому что это огромное общество стена но еще при этом есть такой вот домик при рост для них сейчас подождите перебил в сторону посмотрю будет ли видно скопление тут карьер этих трубку хочу вам показать кое-что поближе подождите ну чё потом перейду снова вот мне нравится вот посмотрите вот эти мангусты домики да опять же посмотрите вот это вот тоже вот да вот этот террас огромная на рост какой-то даже можно сказать этаж да посмотрите то есть просто еще окна даже закрыты там скорее всего да и в дом целый целый дом при рост на нормальном доме до на доме который же есть который опять же вот среди часто у нас и крылья вот этих стен домов они тоже ведь посмотрите идут как наши вот эти вот амбразуры только в другую сторону да получается вот не к нам как бы до разворачиваются а назад крылья вот эти вот опять же такая же вот сложнейшая крыша потому что так строили и там надо вот так вот выпендриться что построить да вот такое вот эти вот квадратики домики там бы эти как будто бы на монументале да там блин на кладбище торчащие уже из крыши да потому что это же как крыша видите тут же крыша да вот видите вот да и при этом там еще есть забор с балясинами до балясины нужно обязательно что красиво там же не будет все все они же все там с рисунком понимаете ее вообще этих балясин не видно но надо чтобы было да это посмотрите как украшены эти эти треуголки этот крыша дома абсолютно это просто ювелирная работа вот кому бы это вот надо было бы а посмотрите под домом да как все все там мы пойдем там блоки все шоколадные плитки в обратную сторону опять же вот да вот опять же на на да именно как сказать на ветках вот этих вот на на треугольниках вот эти а там посмотрите тоже такой грубо говоря дом с теплой полу полу треугольник крыша какая-то обрубающаяся и при этом там огромное количество целая целая эпопея нету посмотрите какие вообще там просто структуре у стен до психоделик такой действительно чем-то даже можно конечно так сказать как ира написала ну что чтобы значит посмеяться да там посмотрите тоже дома вообще просто как у это же не какая-то церковь это вот этот поддон который я вам первом видео снимала там арочки да видите тут тоже арочки эти на на верхних этажах и еще все это замыкает вот таких куполом да это в доме надо было такой купол строй да понимаете то есть это не базилика не какая-то купол дома понимаете крыса практически на моем языке это будет на рост купол просто вот пожалуйста видите то есть это не вся церковь этим похвастается дом вот пожалуйста просто дом на на улице мон это все это на бунис айрес тоже вроде как бы центр нож не совсем там прямо супер центр понимаете такой уж прям супер супер вот ну вот видите обязательно будет работать не надо теперь перейти я просто хотела вам показать вот как тоже как тоже этот обязательно именно здесь у нас ремонт в этом доме я хотела вам показать вот блоки вот эти да посмотрите да сложнейшие вот блоки эти все эти все видно как это под природой видите а там видите это у нее и и вот этот цемент серый видите под ним он наносной под ним обязательно все из кирпича милане если докопаться все будет из кирпича в итоге эти все там приращивается так что мало идет прирост особенно вот здесь там целый идет цели там от исти посмотреть как бы грубо говоря одна часть от этого дома прирост к там идет такой как бы углубление и идет по новой приростной войти надо здесь глядя на идет этот ремонт я сама себя не слышу это посмотрите как здесь все сложно да вот с этим все но извините чуть-чуть вот поставить все видите 3 пирамидки туда все 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 вибрационное все вибрационное вибрационное мини где-то торчит наше чугунное изделие и идет вот туда куда вовнутрь и тоже двух сторон видите потому что здесь должно было что-то прикрепляться понимаете это же логично правильно вот балкон допустите балконов как хорошо освещено царите каждая вибрация вот под 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 верхней ручкой балкона посмотрите все все рисунок все вибрационные линии балясины все как надо как в церквях да но это просто балкон просто дома до смотрите да под балкона видите под балкона да такое все неимоверное сложное это просто балкон да так вот это кстати я с редисом там не закончила там вообще прикольная история написанная придурками нашими учеными да архитекторами которые знают архитектуру и все знают но дурят народ все равно и народ и не то что народ тупое народ просто не заворачивается нафиг ему на какая ему вообще разница вот но приходит такая противная девка как я короче посадить сколько балкона да сколько балка зачем бы вот раз два три четыре пять шесть просто шесть балконов и там тоже шесть балконов все эти балконы это архитектурные просто шедевры понимаете ладно не будем сейчас на балконах застопариваться посмотрите наш глаз видите все в квадрате как вы видите он туда вот выходит толстенький а потом понимаете там сидит на ножки на трубе на ножки очень короче этот редисон до гостиница 5 звезд татуаринг посмотрите клап туарик милану на русском там будет 100 процентов перевод и значит история строительства написано что прикиньте и так написано с восклицательным знаком чтобы самим поверить в эту херню до что они говорят он построил это здание за 20 месяцев вы понимаете это меньше два года вы посмотрите но я говорю что я приду туда новые стрима фотки посмотрите во первых его строение как обычно все в нашем стиле но такое если сверху посмотрите она будет как ли типа грубо говоря клинок треугольник уже построить вот так по такой такой острый угол у здания треугольное здание но с очень острым углом это уже просто нереально да вот и это посмотрите я покажу вам молодой дойдут сюда посмотрите вот просто там пост этаж а там посмотрите вообще победите до домик такой с боковые маленьким окошком саду не до прямо прямо там там они ходят понимаете я хотела снимать квартиру в таких вот вот таких вот мобан сандер их и мансандер мансандер да там просто невозможно поднять голову у меня роскость есть четыре ты со вообще невозможно там нужно до лилипутиков просто снимать квартиру две трубы даже из одной две видите бизанская такая труба вообще везде весь весь вот этот прирост так этаж там да вниз прирост так этаж видите там надо 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 этаж видите какой там метр метр это выроста но и видите тут тоже давите видите целые можно сказать дом с окном огромным дать и понты прикиньте это может быть стоить же миллионная евро эта квартира грубо говоря в которой вообще не 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 такой как мне уже даже не расправить плечи нужно ходить с опущенными плечами запущенной головой да короче так вот за 20 месяцев построила он этот редисон да и самое если это обычно у нас значит как и к церкви нас там за 30 лет там сложнейшие там построены давние средневековье вот это значит редисон он он игры что у него такая треугольная такая структура короче да и еще при этом треугольник он именно острый представляете я когда приду вам и буду снимать от этого здания вы посмотрите насколько там все сложно просто как там все вибрационно она сверху донизу одна вибрационная сплошная линия да там вот там балкон только один балкон я не знаю строили бы лет триста наверно который вот этот фасад там единственный балкон такой он всем балконом балкон поверьте мне все это вот прирост так то он еще и видите так развернут пространстве не совсем прямо смотрит у нас а чуть-чуть в сторону и значит это просто смотрю чтоб мне не опоздать вот и вторая вещь которую не часто говорят это когда нужно объяснить строительство чего-либо ну вот как помните арка триумфальная что добрые меланцы стинулись богатые которые и вот типа на наши щедрые руки построить и нам триумфальную арку да чтобы без нее вообще жить не можем просто в милане если у нас не будет триумфальной арки своей вот так вот и тут тоже не нравится чтобы найти деньги на строительство то есть пришлось ауто инвестиции сделать ауто инвестиции самих самих вот этих вот м сочи это как это подельники вот этого стоит как часто они вот это тоже употребляют что сами же вот эти вот значит владельцы этого здания сами себя и профинансировали но извините меня по идее ваше здание почему что в этом такого да я не понимаю если вы сами себя бы его и профинансировали да я вот это непонятно хоть если посмотреть то она вообще по моему даже вот это вот это вот редис она не принадлежит даже это итальянцам понимаете то есть она это ли она принадлежит там кому-то другому какой-то другой этой компании короче вот сейчас данный момент современный нот что построить это вот 20 месяцев вот это вот вообще балду вот эту просто со сложнейшей архитектурой а вот сами же сами же вот эти вот пускай как это по-русски сказать сочи владельцы да владельцы сами же владельцы вот этого здания а какие вали там не описано кто эти владельцы этого здания да себя и профинансировали то есть понимаете вот это же часто я просто почему смеюсь это часто используется что вот сами вот а что здесь такого ты вот это не понимаю то есть написали бы владельцы вот и и и даже бы не употребляли на финансирование понимаете то есть зачем вообще вот это употреблять финансирование если нормально если я хочу построить сама себе здание какое-то у меня есть деньги то я и строю да то есть это просто логично зачем об этом писать а пишет об этом чтобы вот как-то ну какую-то придумать историю понимаете какую-то что была история вот опять тут мангусты да типа квартиры сверху да вот это которых нужно ходить извините меня не поднимая головы и вот наш этот ряд по диагонали этих вот труб до которые куда там что-то там отапливают а потом такие как змеи да значит здесь они стоят все в один ряд а потом такие как змеи изворачиваются да по всем квартирам идут там отапливают все этажи но наверху они все типа мы вот такие умельцы мы вот это выведем все в одну ли в ряд потому что все правильно да по строительству будет а там внутри это будет и че змеи ну потому что ведь умели строить понимаете то что как сейчас он не умеется и посмотрите там тоже крыша такая вода и вот там два таких просто отверстия окна тоже это нормально все это знаете это очень все абсолютно логично нормально для человека вот ой блин сейчас по не потерять видео этот сейчас на приближаю удаляю что выключи видео у меня осталось не очень много времени поэтому я уже сейчас буду записывать я просто хочу подойти к одной стене которая ну просто я уже давно хожу хочу ее снять но так как все время была плохая погода когда я здесь оказывалась блин что такое у нас кстати хотят запретить курить значит в туре но уже это сделали милане еще пока нет такого чтобы вот пять метров от человека не курили я просто настолько за бы было бы я понимаю что никто это не будет соблюдать но я бы просто все равно было бы за вот потому что я не могу это и просто я иду или для люди которые курят в эту сумму это кстати женщины идет и курить да и прямо передо мной я я не могу вообще не могу переносить запах сигарет просто я сразу тошнит начинает хочу показать вам вот этот вот дом тоже посмотрите тоже вот все все видите какая сложная структура да и и этот подлокотник он весь он весь в глубь вибрационной линии тут же вот этот квадрат и есть вот такой маленький прямоугольник квадратик под окнами все 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 тут наоборот видите выпуклый то есть есть вогнутые посмотрите вот нет они все выпуклые то есть они все в опу вывык выпукла вогнутые то есть это вот середина я чатая а внутри который вокруг нее они вогнутые знаете вот это же сложнейшая просто вот фигня никого не интересует это нормально все было сделать вот так вот да вот и это как бы два разных дома на самом деле это все одна та же стена потому что разделение никакого нету то есть это огромная длинная одна стена забыла что-то я да вот я хотела вам просто здесь есть этот стена смотрите да вот что это вот так вот так просто пристроили да хотя видно что этот вот это вот что это вот стена выходит вот из-за этой мелкой до дома стены вот все это сложно как-то я пытаюсь это облечь хотя бы хоть как-то язык человека и опять же вот посмотрите да тоже видите ничего за ну такого тебе ни одного окна а там посмотрите опять же скопление труп как они за ебали извиняйте за разве извините меня просто я не могу выходит и как как это чирикают как воробьи ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты вот только что сидели в ресторане ели идут все равно все еще продолжают болтать вот тут тоже посмотрите да окна которые смотрят на стену да вот эти фига бы не нужны были бы ну ладно да я не пойду там на меня уже смотрит охранник вот тоже вот посмотрите вот эти трубы я прямо впритык стене другого дома но все равно соблюдается что они по краю вот этого дома до желтого грубо говоря по ее вот этой треугольной крыши которая притык примыкает под к этой стене к этой стене дома который тоже непонятного вообще ступенчатого образования сейчас мы дойдем уже до того ку что я вам хочу снять тоже это доказательство того что все что все засорился наш глаз что все дома грубо говоря это стены вот это здесь рассудите по моему здесь да вот смотрите и потом я уже пойду пока двух видео хватит если говорю что будет потом свет я еще поснимаю вот посмотрите вот это блин уже тут все заросло деревом плохо видно вот это вот типа дом да и там он обрубается вот там где вот это белая дать нужно будет какой-то стороны снять там идет стена понимаете вот кстати как здесь тоже видно что вот эти вот и грубо говоря печные трубы трубы роста они идут по видите по боку этой крыши от этого стены которые то есть это не дом да вот здесь как будто бы такой какой-то дворец добегу лобила такая а сейчас вам покажу что если тут хоть как-то видно что эта стена нет и вы смотрите как заросло это буквально за несколько дней это вся стена она сейчас покрылась листьями блин никак эту стену не видно блин вот она вот за буквально она за этой за этим деревом вот сейчас я вам сниму просто здесь еще стоит этого фигня которая ремонтирует вот увидите за 3 отсюда видно смотрите вот она сейчас заросла вот это вот заросло все листьями а там идет обрубок именно кирпича вот видите видно что кирпичная стена все эти то есть это вот этот вилла это вилла дом да ну вот блин жалко что вот блин что это заросло листьями не видно что это вот как бы вилла она обрывается вот этой вот кирпичной стеной вот это все что я вам чуть-чуть смогла снять это боковое это все стена кирпичная как бы стена вот это как у костелушки она кирпичная оборвана еще ну к сожалению блин заросло все дерево деревом были листьями вот почему все таки иногда хорошо снимать все-таки зимой потому что вот так вы видите как бы вилла да для вас и летом вы не видите что самом деле это вот после этого окна вот видите окно до после этого окна вот здесь нам идет обрыв там идет просто обрывается и идет кирпичности надо что здесь вы видите серое а сбоку там идет просто вот красная борманная стена конечно но к сожалению знаете я просто кого не попрошу меня опустить и снять вот эту стену не знаю мне разрешат не разрешат потому что жалко я именно это хотела снять на авиале монса болин в этот раз но вот даже здесь все равно видно что это все стена видите и там тоже продолжается вот посмотрите это эти стена то есть это как бы вилла вот вот видите как видно сюда посмотрите смотрите видите там все плоско там стена и и вот она там обрывается смотрите видите вот если присмотреться где балкон и чуть-чуть еще бог если посмотрите между деревом и там и между балконом там видно что вот стена идет и она еще и тому же торпец и видно такая вот пирамидкой то есть она по диагонали спускается вниз эта стена но отсюда не видно его тут тоже вот тут тоже на самом две такие трубы жирные кстати что это вообще да вот тут такие вот идет типа мол на рост и стена с отверстия видите когда я вам говорю вот какого окна образуется вот вам пожалуйста готовые окна до готовые окна то есть это у нее как бы просто перегуб перегородка выросла до с трубами вот этими роста и образовалась как будто бы это окна понимаете то есть люди могут уже вставить стекла еще что-то там тут своих железных материалов на прибавить и будут уже окна понимаете и вообще здание больше стыд и сколько здесь коммуникации просто невероятное количество невероятно и вот смотрите какая от этого тоже огромная стена идет смотри дом то куда видите дом стена просто на которой нет ни одного вообще окна сюда на эту сторону да знаете как она заканчивается ссылок и вот там какие-то вот непонятные отверстия окна и там тоже кстати вообще да тоже что это такое продолговатое окно а там вот как-то в бок идет тоже отверстие вот понимаете который называется тоже окном у людей это все логично все нормально давайте посаду может с этой стороны как-то видно тут тоже у этого типа мол у этой виллы у стены у виллы не знаю что это вилла стена вообще непонятно что тоже вот понимаете вот такой выступ да зачем бы сзади давите выступ такой на вот понять это все вот это специально показывая нелогичность вообще для нас для людей нелогичность этого строения а здесь посмотрите идет этот кусок желтого мол дома да без вообще едино без никакой вообще ничего отапливать ничего не надо допустить ничего тут и же идет ряд ряд рядок такой на самом конце да ты 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 такие по диагональке а потом идет этот прирост этот дом все и продолжается да то есть это пересло чуть-чуть там что-то и вырос еще этот этаж вот вот так все это закручено жалко что я не смотря думаешь поизучаю покажу вам как видно что это даже вилла ну то есть кусок виллы вроде когда а потом идет раз обрубок стена такая просто кирпичная грубая что все это обрубает все это красоту но зимой это хорошо видно без листьев а тут видите два дня была очень теплая погода кстати сейчас потеплело я хочу сказать тут посмотрите вообще просто городок на городок из черных трубы трубы что-то все равно поснимала конечно немножко расстроилась что не то что я прям хотела ну чё поделать не всегда мне везет на интересные съемки кстати здесь должен быть сейчас быть еще одно строение которое мы как-то снимали но еще тогда было не в купе с моей все-таки теории сейчас подойдем к нему тут тоже вот арки такие надо было бы выстрелить да такие арищи да опять же дырочки вот эти вот сбоку только на этом только на этом окне потому что другим не надо проветриваться только вот этому окну вам вентиляцию я просто не говорю о вентиляция что по 100 раз не повторяется вентиляция горы приветствует вентиляция наш проветривает правильно смотрите на я посмотрите на все эти вот смотрите вот как у этого домика до которых Ближе торчит маленький вот этот мангустик, да, посмотрите? Совсем маленький. У нас идет отверстия вниз, но не будем, назовем, зацикливать сам метро. Именно тот дом, который я хочу снять, дом, грубо говоря, крепость, такая-то замок, я не знаю, там, это там именно нету солнца. Вот он, мне нравится, идет, там у него маленький мангустик, да, маленький мангустик, вот он такая пружинистая, там такая скромненькая труба роста, печная такая, небольшая, да, и там маленький такой вылез, личинка такая, трубы. Все, да? Вот. Опять и рот какой-то, думаешь, что я там его снимаю, даже, кстати, на себя сигарету уронил. Я вообще валяюсь. Я вообще валяюсь. Знаете, какие мне нужные? Да, пожалуйста, не смотрю. Посмотрите, сколько коммуникаций. Посмотрите. Это вообще на одном куске. Здесь мне вообще смешно. Настолько думают, что они там кому-то интересно, это вообще... Не, ну, может, и полиция, конечно, интересная, а мне-то уж точно не интересно. К тому же я не полиция. Можете радоваться. Мне надо было заснять, как он у себя сигарету уронил. Это вообще... Вот посмотрите здесь тоже, да? Вот такой вот... Вот такой вот... Крапление просто кирпичной стены в стиле замков, да? Вот, пожалуйста. И тут же сразу барокко. То есть, вообще, там соединение стилей неимоверное. Вот опять же видно, как это все начало расти, да? Потом, видите? Какой-то момент. Посмотрите, какие сложные вообще. Какие сложные. Тут даже с боков... Даже с боков, посмотрите, да, идет. Это вообще... Даже с боков идут вот эти вот детали вообще. Потому что надо было такое построить будет, да? Посмотрите. Все, вибрационная линия, да, видите? Видите, это видно, что как все потом наросло. Главное, и здесь еще посмотрите это. Где соединения там... Вогнутые вибрационные линии. Посмотрите, здесь просто такой... Можно сказать... Архитектура века. Просто один какой-то там домик, да? Просто архитектура века тут просто. Вот посмотрите, как видно, что это все... Видите? Как это выходит, видите, стены? И потом становится фигурой. И волосы у нее тоже, видите, выходят из стены. Вот нафига бы, скажите, вот здесь, на Виале Монзо. Не совсем прямо уж тут центр уже мы отошли. Даже от Лоретто. И Лоретто тоже ведь уже не такой уж прям центр. Вот такой 51 дом, да? Вот такой вот построить. Вот смотрите, да? То есть он... Ну, знаете, как это в Милане все это объясняет? Что рядом дома такие вот шикарные, были разрушены, бомбежки. А потом вот построили, что построили. А это, мол, осталось. Вот объяснение какие классные. Посмотрите, как здорово видно, как образуется из одного. Посмотрите, и уходит никуда. Да, погодите. Видите? Вырастает из ничего, из стены, видите? Или, наоборот, уходит в никуда. Вся эта лепнина, грубо говоря. Они еще тут покрасили. Вот они сейчас покрасили, они еще прям выделили. Они выделили, где? Под крышей там вообще все вогнутые. Кирпич, квадратики, прямоугольники, да, вообще. Вот это вот что там за рамки такие, да? Это так все, вот, смотрите. У меня ничего не видно, у меня солнце мне закрывается. Но вот вы увидите, где там эти рамки. Вот они, вот они, вот они. Пустые какие-то рамки, да? То есть это такую сложность. Ой, ой, ой. Не хочу снимать. Хочу себя снимать. Сейчас дойду вот до этого, вот. Там просто вот и все, и потом уже пойду. У меня уже, у меня уже в скорбском времени. Ну ладно, еще есть время. Но последнее здание сниму. Вот это вот чудо это. И пойду уже. Я его уже снимала, но сейчас, нашим взглядом, то есть вот скажите, вот зачем было бы вот между вот этими, и причем это все соединяется вместе, посмотрите, да, это розовое, да, вот с каким-то древним, да. Это какое-то древнее, древнее здание. И ведь сто процентов есть объяснение, понятно, что я ничего не говорю, это уж, господи, даже ни в какие, даже ворота не входят. Да, вот посмотрите. Это вообще просто невероятно, да. Это какой-то 1200-й какой-то год у нас, если вот, когда мы ходим там за этим разным там базиликом, там, костелушком, да. Вот посмотрите. И при этом балконы, посмотрите, на какой высокой, да. И посмотрите, как тут видны вот эти вот именно трубы роста, вертикальные слои нароста этого здания. Сейчас я сюда перейду поближе, собственно, подснимать. У меня даже слов нет, посмотрите, там еще идет, даже вот, посмотрите, не прямо, да, видите, видите. То есть, как бы в стиле амбразур, но вот это отдельные блоки, да. То есть, раз, один сюда повернут. Тут вообще, посмотрите, не что-то неровное, размазанное, как обычно, по ширине разное. Это вообще, там даже не блоков, даже нельзя сказать, что здесь какие-то отдельные блоки. Здесь какие-то линии, линии какие-то, да, которые иногда, смотрите, вот вообще, вот, например, хотя бы вот здесь идет разделение на линии, да. А вот, смотрите, вот, после балкона раз, два, три, четыре, а потом идет вот такой сплошняк, посмотрите, сплошняк. Никакого даже разделения на линии нету. Я не говорю, что там блоков даже уже нету. Смотрите, сейчас я перейду. Вот тут вот, мне нравится, коммуникация на поребрике, да. Вот, посмотрите, здесь как будто бы блок такой вовнутрь, повидите, как бы диагональ вовнутрь, а здесь, наоборот, во внешнюю сторону. Ну, это вообще просто вот сплошной тут... Нет, это здание, конечно, это здание, стена, это просто, это просто. 46-й, да. Посмотрите, здесь вообще размазаны концы дома, ой, это арки. Просто размазаны, посмотрите. Невероятный этот, грубо говоря, дом. Просто это вообще какой-то состоящий из заплаток, да. Но при этом видно, что это тоже нарастает. Вот посмотрите, сейчас я перейду. Это нарастает, видите, от белой стены. Сейчас вам покажу. Как бы есть база. И от базы вот это вот выросло. Типа, что выросло, то выросло. Посмотрите, какой вот этот блок. Посмотрите. Посмотрите, он, во-первых, толстый сбоку, да. Посмотрите, он толстый. Сбоку, да. Вот он тоньше становится. И он вот такой огромный. И он, посмотрите, какой формы. Тут он более толстый, да. Посмотрите. И, посмотрите, он вообще слоями, а потом он тоньше становится. И все один и тот же блок. Видите, посмотрите. Видите. Да. А? Как он? Ты просто нарочно не придумаешь. Такой тройной слой какого-то непонятного, грубо говоря, блока. Ну, что это? Посмотрите, да, вот. Посмотрите. Тут что это такое? Вот. Силиконом замазали наши. Видать, просачивается вода, наверное. Посмотрите. Какие типа блоки, да. Посмотрите, вот этот. То есть, есть только линии разрезов. Тут, посмотрите, присутствуют вибрационные эти линии. И как бы потом из ничего оформляется вот эта вот арка... колонна у арки, да, тоже. Посмотрите, вот здесь. Смотрите. Вот здесь что это вообще? Вот эта вот рваная, по-соте, арка, как она рвана, уходит в сторону. Видите. Как видно. Уходит, видите, в сторону. Тут она еще тоже как бы вообще... Ну, что такое там случилось? Ну, иди.